для меня единственным таким триггером является насилие но это такой и зависимость в плане там например алкогольная когда партнер уже как таково не присутствует в отношении понятно что к этому ушла какая-то история зависимости всей семьи здесь как системы ну для меня это невыносимо хотя и женщины которые прекрасно доживают там до старости с пьющим мужем носит ему бутылочку водочки прячут где-нибудь тумбочки но для меня это не про здоровье вообще как бы если про отношения отношения то я смысла в таких отношениях не вижу все остальные ситуации видимо надо все-таки опираться на свои потребности насколько они удовлетворяются насколько они могут быть удовлетворены и насколько можно разговариваться об этом с партнером насколько партнер готов идти навстречу насколько ну вообще вы видите перспективы в развитии этих отношений каждый для себя ищет в этой теме ну часто долго ищет кто-то принимает решение быстро есть клиенты которые приходят и говорят вот я решил или решила развестись когда решила вот вчера и и в принципе реализуют эту идею довольно быстро но нет не до конца проверив точно ли это то решение которое подходит сейчас я хорошо знакома с этой темой изнутри себя потому что у у меня тема про развод возревала лет пять наверное переживать точно это самое главное как это уже у кого чего болит у кого-то это вина у кого-то это стыд у кого-то это боль предательства и узленное самолюбие у кого-то это большая злость раздражение разочарование но обычно это вообще целый ком до всего там и сомнений и а может быть надо было попробовать еще что-то может быть надо был какой-то другой путь я не видела людей которые как-то легко и быстро с этим справляются ну людей которые какой-то эмоциональной своей сферой вообще в принципе интересуются до нас не таких функциональных роботов которые там стал перешагнул пошел дальше ну а таких более менее живеньких то но это всегда это всегда больно например в случае меня я была инициатором развода и тем не менее мне было не менее больно чем моему супругу и возможно боль более больно потому что ответственность я брала на себя из-за последствий этого всего мероприятия в том числе и дети оставались со мной разруливать потом их эмоциональное состояние это тоже в общем-то была моя ответственность поэтому важно чтобы кто-то близкий был поддерживающий в этот момент чтобы это имела какой-то канал выплескивание чтобы чтобы человек где-то мог это выделить вот то что там внутри накопилось чтобы эта рана начала потихонечку зарубцовываться до чтобы она не гноила нужно достать из нее все что там было возможно сделать какую-то работа над ошибками что что где я могла бы там как-то по-другому себя вести как бы могло сложиться если бы я не приняла этого решения то есть все равно все эти вопросы себе позадавать нужно однозначно есть и часть чаще всего жизнь более свободная яркая светлая но по крайней мере те случаи которые были у меня в практике у моих клиентов и мой личный после нашего развода прошло 13 лет и наконец-то мы дошли до уровня что вот например на этот вот этот новый год мы встречали вместе бывший муж был со своей женой я была со своим мужчиной были дети родители и мы в общем-то общались очень мирно дружно как бы разведясь мы дали шанс друг другу на другую жизнь более качественно для меня да ну то есть это ну точно она переходит какое-то более осознанное качество потому что задав себе вопрос а что же меня не устраивало и как я могу обустроить свою жизнь иначе так чтобы меня что-то устраивало найти те места где не удовлетворена как каким образом эти потребности могут удовлетворяться возможно где-то в другом месте могу ли я позволить себе больше то есть обычно конечно это все внутри про позволение насколько я могу позволить себе максимально полном объеме присутствовать в этих отношениях самое важное чтобы родители оставались взрослыми людьми они детьми которые будут перекладывать свою боль на своих детей и это единственная наверное ну правильная вещь которую они могут сделать оставаться окей для детей то есть для них обязательно для родителей должно быть место где они это переживают свою взрослую боль но для детей они все равно должны оставаться родителями устойчивыми давать им понимать что дети любимой что они никакого отношения к тому что родители расстаются не имеют более того что гарантирована какая-то забота со стороны того человека который из отношений уходит так или иначе ну бывают конечно случаи когда и не гарантирована но тем не менее тогда кто-то из родителей берет на себя ответственность быть и тем и другим отношениях ну и мама и папа фактически для ребенка который должен знать правду да потому что дети же они какие такие чувствительные что они все равно все это считывают мгновенно да и когда детям вот морочат голову там по ехал командировку или там еще чего-то это скорее ведет к нездоровью ребенка потому что он чувствует что происходит что-то другое он не знает правды ну конечно важно чтобы ребенок уже то мог соображать что-то там когда ему там 6-7 лет больше что чтобы он понимал что происходит очень важно в этом смысле психотерапия просто какой-то необходимый сопутствующий инструмент выделили выделение этих переживаний накопленных потому что человек который эмоционально не вовлечен но может очень тонко поддерживающе сопереживающе задать правильные вопросы помочь разделить вот этот ком огромные нарастающих чувств разложить их по полочкам переживать каждый там в отдельности насколько это возможно выделить какую-то ярость или разочарование или боль поддержать какое-то время в новом движении на это здесь фактически иногда для тех кому очень болезненно это далось то это как заново начать ходить то есть начать на заново жить смотреть по сторонам видеть других людей уметь им доверять открываться новым отношениям и делать в одиночку эту работу правда очень сложно а психотерапевт это такой специально обученный человек который ну понимает что происходит и понимает какие последствия до у этих переживаний бывают ну например то если это боль сильно копить то вроде бы как там все произошла такая консервация этой боли внутри и вроде бы ничего не болит и вроде бы все отлично но в новые отношения человек не идет и ну как-то там других людей он тоже не сильно замечает